Валерий Валерий Брумель, чемпион Олимпийских игр Европы и СССР по прыжкам в высоту. Валерий Брумель, заслуженный мастер спорта СССР, установил 6 рекордов мира. Его мировой рекорд с 1963 года не могли побить целых 8 лет. Человек-спутник, звездный прыгун, космический брумель – это лишь часть определений, которых он удостоился на мировой арене. Он стал одной из первых звезд советского спорта поистине планетарного масштаба. Поддубный, Бобров, Карелин, Власов, Латынина, Третьяк, Яшин и многие другие. Подписывайтесь и узнавайте больше о настоящих супергероях. Валерий Николаевич Брумель родился 14 апреля 1942 года в Амурской области. Родители будущего спортсмена были геологами, изучавшими недра Дальнего Востока. Кроме Валеры, в семье еще росло трое детей. Когда отец впервые привел сына в спортивную школу, ему отказали в приеме. Мальчик был слабым и болезненным на вид. Особенно отца возмутило брезгливое отношение к ребенку в связи с тем, что он был бедно одет. Буквально через полгода семья переехала с Дальнего Востока в Ворошиловград, ныне Луганск, где пятиклассник Валера всерьез увлекся прыжками в высоту. В детстве сверстники часто дразнили его за высокий рост, неуклюжесть и страх перед высотой. Но стержень в характере был очевиден уже тогда. Насмешки и даже побои одноклассников не сломали парня, а породили внутренний протест и мечты о могучих бицепсах. Именно этот стержень помог Валерию Брумелю добиться фантастических успехов. Ни сверхталант, ни особая физика строения тела, а именно сумасшедшая мотивация, стремление перешагнуть через немогу, желание быть первым. К 15 годам он перепрыгивал планку на высоте 1 метр 75 сантиметров, что позволило занять второе место на первенстве УССР среди школьников. После школы он поступил в Московский институт физической культуры, вошел в сборную Советского Союза, а в 60-м году дебютировал на Олимпийских играх в Риме и сразу выиграл серебряную медаль. Через несколько месяцев в Ленинграде проходили всесоюзные студенческие соревнования. Во время их проведения 18-летний Валерий Брумель прыгнул на 225 сантиметров, превысив тем самым оба действующих на тот момент рекорда, как для закрытых помещений, так и для открытых. Далее последовали еще пять мировых рекордов, три титула чемпиона СССР и даже один титул чемпиона США, выигранный на открытом перенстве Соединенных Штатов. Именно тогда Брумель совершил уникальный прыжок в баскетбольном зале, коснувшись носком ноги баскетбольного кольца. В июле 1963-го в Москве Брумель выиграл у американца Джона Томаса с мировым рекордом 2 метра 28 сантиметров, который продержался 8 лет. Присутствующий на соревнованиях Никита Хрущев выкрикнул «Вот мы и показали Америке Кузькину мать!» Август 1964-го. Наш герой становится чемпионом Олимпийских игр в Токио. Эта победа далась Брумелю очень тяжело. Неимоверные физические и психологические нагрузки прошлых лет истощили его почти до основания. Не будет преувеличением сказать, что после победы в Токио в рейтингах популярности с Брумелем уверенно конкурировал только один человек на Земле – Юрий Гагарин. Как и великому космонавту, прыгуну удалось преодолеть силу земного притяжения. Сходство было и внешнее. На всех фотографиях спортсмен запечатлен с обаятельной улыбкой, такой же открытой, как и у космического первопроходца. Четыре года триумфа прервались в одночасье 5 октября 1965-го года. В этот день он возвращался домой вместе со знакомой мотогонщицей. На повороте она потеряла управление и врезалась в бетонное ограждение. Правой ногой Брумель угодил в железобетонный столб. Ступня была оторвана и держалась только на связках и сухожилиях. Хирург Иван Иванович Кучеренко, вопреки консилиуму, постановившему ампутировать ступню, решился собрать искалеченную ногу буквально по косточкам. Во избежание гангрены ему сделали 7 переливаний крови. Выписанный из больницы атлет вынужден был передвигаться только на костылях. Кости на ноге не срастались. За три года после аварии Брумель перенес 25 небольших и 7 крупных операций. Однако это не помогло. Правая нога стала короче, чем левая, на 5 сантиметров. За время вынужденного простоя от него ушла жена, оставив больному спортсмену ребенка. Отчаявшийся Брумель отправился в курган к доктору Элизарову, изобретшему принципиально новый способ сращивания костей при переломах. Брумель провел в клинике Элизарова 6 месяцев в 68 году. Удивительно, но после выписки он снова вернулся к тренировкам. В марте 69-го Валерий Брумель собрал близких друзей и знакомых на открытом стадионе и в их присутствии с пяти попыток взял высоту 205 сантиметров. Однако через год в 70-м он повредил при очередном прыжке ахиллесово сухожилие и стал инвалидом второй группы. Карьеру спортсмена после этого пришлось оставить окончательно. Не, ну приятно самому добиться в таких тяжелых условиях, когда тебя похоронили уже все, буквально все. Даже, как говорится, твой бывший тренер тоже сказал, что он никогда не будет прыгать. И хирург первый, который складывал мне ногу, тоже сказал, никогда он не будет прыгать. Когда легко, это просто все дается, знаете. Все идет легко, все по плану, ничего не болит. А когда такая тяжелая травма, то приходится все заставлять себя делать. Ну, ну хочется проверить, насколько ты мужчина. Валерий погрузился в литературную деятельность. Эти труды впоследствии вылились в такие книги, как «Высота», посвященная доктору Елизарову, «Доктор Назаров», «Прев трибун», «Олимпийская комедия». Его роман «Не измени себе» был переведен на семь языков. В 71-м году на Мосфильме приступили к съемкам фильма «Право на прыжок». Прототипом главного героя послужил Валерий Брумель. В 89-м Валерий Николаевич вышел из партии и покрестился по православному канону. Олимпийский чемпион много ездил по стране с лекциями, потому как имел дар прекрасного рассказчика и легко умел удерживать внимание публики. Валерий Брумель скончался от быстрого рака 26 января 2003 года. Он не жаловался, не капризничал, не требовал к себе особого внимания. Не хотел, чтобы окружающие знали о его болезни. Не разрешал, чтобы в больницу приходили знакомые и друзья. У него была колоссальная сила воли, он привык преодолевать все жизненные невзгоды. Не хотел, чтобы люди видели его слабым и немощным. Легендарный легкоатлет покоится на Новодевичьем кладбище Москвы. В июле 2012 года аэрофлот назвал именем Валерия Брумеля один из новых самолетов. 21 ноября 2014 года Валерий Николаевич был включен в зал славы Международной Ассоциации Легкоатлетических Федераций. В 2018 центральный стадион в городе Кургане получил имя Валерия Брумеля. Между людьми есть только один счет – добро. Я сделал его тебе, ты другому, он третьему. Пусть это добро пойдет по кругу и может когда-нибудь возвратиться ко мне. Валерий Брумель Предела человеческих возможностей в спорте я считаю нет. И быть не может.